Евросоюз обсуждает новые санкции против Беларуси, а у Лукашенко жалуются на вмешательство Запада в дела страны. Меня зовут Сайхан Сенсаев, здравствуйте. Латвия предлагает Евросоюзу ужесточить санкции против белорусской госкомпании Белавия. К примеру, больше не давать перевозчику самолета в лизинг и запретить техническое обслуживание их лайнеров европейскими компаниями. Позицию Латвии уже поддержали главы МИД Австрии и Германии. Здесь, в Европе, мы сталкиваемся с тем, что Лукашенко использует беженцев как инструмент давления на европейские государства. Лукашенко — никто иной, как глава государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов. И мы больше не собираемся терпеть тот факт, что некоторые авиакомпании зарабатывают деньги, доставляя беженцев в Германию или другие страны Европы. Именно поэтому нам придется говорить о последствиях и необходимости санкций. Новые меры обсудят на сегодняшней встрече министров иностранных дел Евросоюза. Дипломаты хотят добиться единства всех 27 стран в этом вопросе. В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с рекордным числом ближневосточных и африканских мигрантов. Они приезжают в Беларусь и оттуда пытаются попасть в Европу. В Брюсселе считают, что Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис намеренно, как ответ на европейские санкции. И говорят, что власти Беларуси организуют специальные рейсы, с помощью которых привозят мигрантов. Сам Лукашенко сегодня в очередной раз отверг обвинения. Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса. При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека. А накануне несколько тысяч человек в Польше вышли на акцию в поддержку мигрантов на границе, которых польские силовики отправляют обратно в Беларусь. Участники марша в Варшаве и Кракове потребовали предоставить мигрантам убежище. Протестующие обвинили власти Польши в жестокости. Они также считают, что чрезвычайное положение в приграничных районах страны мешает правозащитникам помогать людям, заострявшим в нейтральной зоне. Кроме того, польский парламент недавно разрешил выдворять беженцев на границе. В ООН заявили, что принятый документ нарушает международное право и законы Евросоюза. Я был беженцем. В 96-м я пересек границу Польши там, где сейчас умирают люди. Провел там 20 дней. Я знаю, о чем говорю. Мне жаль людей, которые остались одни, безо всякой помощи. Дети, женщины, больные. Где же совесть? Где польское гостеприимство? Другим темам. Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов. Второй день подряд в стране рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки. Сегодня власти страны зафиксировали больше 34 тысяч заразившихся. И это максимальное число за все время пандемии. Больше всего новых случаев в Москве. Там заболели почти 7 тысяч человек. В Санкт-Петербурге больше 3 тысяч. Все больше регионов России вводят коронавирусные ограничения. В основном это проверки QR-кодов для посещения общественных мест. Они содержат информацию о перенесенной инфекции или о вакцинации от коронавируса. Президент Украины подтвердил, что у него были офшорные счета до избрания на должность. Но заявил, что не использовал их для отмывания денег. Напомню, что в начале октября журналисты и расследователи опубликовали доклад «Архив Пандоры». В нем нашли финансовые операции между офшорными фирмами Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского. Журналисты не исключают, что Коломойский с 2012 года заплатил Зеленскому и его окружению около 40 миллионов долларов. Кроме того, Зеленский якобы получал дивиденды от одной из офшорных фирм уже после продажи своей доли в ней. Зеленский объяснил, что с помощью офшоров хотел защитить бизнес от политики. Он настаивает, что он и его коллеги по студии «Квартал 95» просто занимались творчеством. Зеленский подчеркнул, что компрометирующих данных за период его президентства журналисты не нашли. Напомню, что «Архив Пандоры» — одна из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах. В расследовании упоминаются свыше 30 бывших и действующих мировых лидеров и сотни чиновников. К примеру, глава администрации президента России и зять российского министра иностранных дел. В Кремле заявили, что не увидели в архиве, цитата, «никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина». Мониторинговая миссия ОБСЕ в целях безопасности на время остановила работу на востоке Украины. Об этом агентству «Рейтер» сообщил глава миссии Яшар Халид Чевик. Причина — в протестах сепаратистов. На выходных несколько десятков человек вышли к зданию штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке, а также заблокировали наблюдателей на передовой патрульной базе в Горловке. Собравшиеся были недовольны задержанием украинскими военными одного из командиров боевиков. Оно произошло на прошлой неделе. Сепаратисты называют задержанного своим представителем в Центре по контролю режима прекращения огня. А Министерство обороны Украины утверждает, что это гражданин России, который занимался разведкой. Украинский депутат Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, заявил, что у него нет российского гражданства и он не заинтересован в обмене. Таким образом, политик отреагировал на заявления президента Украины. Накануне Владимир Зеленский сказал, что готов обменять Медведчука на украинских граждан, в том случае, если Москва подтвердит российское гражданство депутата. Президент России критиковал власти Украины за преследование Медведчука, а сам депутат ранее говорил, что Путин – крестный отец его дочери. В Украине против Медведчука завели два дела о госизмене. Первая связана с передачей России документов о месторождениях в аннексированном Крыму. Во втором деле депутаты обвиняют в организации незаконных поставок угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Медведчук находится под домашним арестом. Он отрицает свою вину и называет уголовное преследование политическим. Суд ООН в Гааге начал рассматривать иск Азербайджана к Армении. В начале заседания представитель азербайджанской стороны заявил, что Армения продолжает разжигать ненависть и подстрекать к насилию против азербайджанцев. На прошлой неделе начался суд по аналогичному иску армянских властей к Баку. Две страны обвиняют друг друга в этнических чистках. Обе стороны также потребовали компенсации ущерба и просят ввести временные обеспечительные меры, чтобы предотвратить обострение ситуации на время разбирательства. Рассмотрение исков может продлиться несколько лет. Напомню, что в прошлом году Армения и Азербайджан ввели активные боевые действия в Нагорном Карабахе. Тогда погибли более 6,5 тысяч человек. Согласно мирным договоренностям, Азербайджан вернул под свой контроль значительные территории Карабаха. Военные ведомства США и Грузии подписали соглашение о повышении обороноспособности республики. Это произошло в ходе визита в Тбилиси главы Пентагона Ллойда Остина. После встречи с грузинскими чиновниками он отправится в Украину. Министр обороны США в ходе своего европейского турне будет обсуждать в том числе противодействие угрозам со стороны России. «Это новая фаза сотрудничества в сфере безопасности между нашими странами. Мы продолжим реформы в оборонном секторе, усилим возможности грузинских сил для эффективного сдерживания и повысим их совместимость с НАТО. Модернизируя и развивая Министерство обороны Грузии, эта инициатива отвечает нашим совместным интересам и укрепляет партнерство между нашими странами». Перед зданием госканцелярии Грузии, где проходили переговоры, полиция задержала двух протестующих. Это были сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Они пытались сделать на площади надпись «Свободу Миши». Напомню, что политик больше двух недель держит гладовку в грузинской тюрьме. Он вернулся в страну впервые за 8 лет накануне местных выборов. На родине его заочно осудили по двум статьям, но сам Саакашвили считает преследование политическим. В Санкт-Петербурге полиция с применением силы задержала солиста Мариинского театра Виктора Коротича, который шел на репетицию. Сотрудники повалили его на землю и несколько раз ударили. Очевидцы рассказали, что трое полицейских попросили артиста показать документы. Якобы человек, похожий на певца, находится в розыске. Паспорта с собой у Коротича не было, однако он представился и пытался показать сотрудникам свое фото с сайта театра. В итоге его доставили в ОВД и составили протокол о неповиновении полиции. Сам задержанный показал журналистам фото побоев. В полицию утверждают, что артист вел себя агрессивно и оказал сопротивление, но его отпустили, как только смогли установить личность. В Греции зажгли Олимпийский огонь зимних игр, которые пройдут в следующем году в Пекине. Церемония прошла в Древней Олимпии, и на ней присутствовали лишь официальные лица. Зрители не допустили из-за пандемии коронавируса. Олимпийский огонь зажгла актриса, исполняющая роль Верховной жрицы. По традиции это происходит на алтаре Древнегреческого храма. После этого состоялось представление. Группа жриц исполнила обряд на стадионе, где проходили многие спортивные соревнования античных Олимпийских игр. Традиционную эстафету Олимпийского огня в этом году отменили также из-за пандемии коронавируса. Он будет передан китайской делегации завтра. Накануне в Афинах прошла акция протеста. Активисты призвали к бойкоту Олимпийских игр в Китае из-за нарушения прав человека в этой стране. В Международном Олимпийском комитете заявили, что не могут это комментировать. Эти и другие новости также доступны на сайте carintime.tv. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова